И снова здравствуйте! С вами я, Лейла, бутик лейла.про, номер 465, третий торговый уровень, галерея бутиков Гранд Палат. Место воистину волшебное, Невский 44, итальянская 15. Волшебное, потому что здесь собрано все самое лучшее. И снова обращаемся к Ноне Дроновой, ведущему гемологу России. Драгоценность – это нечто совершенно поразительное. Это романтика, магия, это путешествие в мир дивных иллюзий. Прикоснуться к драгоценному камню или даже просто посмотреть на него – это волшебство. Я полностью, не только согласна, подтверждаю и утверждаю, что это так и есть. И в работах Виктории Витолиной просматривается вот это волшебство, это магия, это чарующее, какое-то завораживающее чувство в каждой работе. И названия, некоторые названия, они прямо вот в десятку, что называется, соответствуют этому ощущению. Кольцо называется первобытные чувства. Точнее название не придумаешь. Приглашаю всех его померить и ощутить подлинность названия и соответствие названия. Я бы сказала, что первобытные чувства здесь именно вот самые-самые хорошие, самые, так скажем, незатертые уже нашей цивилизованной жизнью и нашими правилами ежедневного мироощущения. А вот именно такое вот настоящее, теплое, открытое, кричащее, ну самое-самое сокровенное. Хромдиапсид более 2 карат. Вес 7 грамм, 77 миллиграмм. Размер 17,5. Золото 750-й пробы. Изумрудно-зеленый такой окрас хромдиапсида дает вот эту вот силу чувств, дает вот эту страсть, потому что все зеленые камни, они склонны к любви, притягивают любовь, усиливают, может быть, или стабилизируют, или камни верности их называют. Вот этот хромдиапсид более 2 карат в высокопробном золоте 750-й пробы, причем с такой вот оформленной какой-то вот невероятной просто композицией, внушает, поверьте мне, внушает доверие. Хотите знать больше? Виктория Витолина подходит к созданию каждого изделия, наверное, с внутренней точки зрения, а не с внешней, поэтому она никогда не думает о том, насколько сложно изготовить что-то. Если она составила эскиз и по ее видению этот эскиз должен воплотиться в жизнь, значит, это так и будет. И не важно, насколько сложна работа, насколько сложно вообще и технически, и технологически это все воспроизвести и реализовать в жизни, она все равно добивается своего и получает шикарный результат. Хотите знать больше?